Питаться над теми вещами, которые растут именно на этой территории. Вот мы живем на севере, значит питаться должны с северными продуктами. Живем на юге, значит на южном. Вещает станция Ваши уши, подкаст о жизни и смерти на Дальнем Востоке. Меня зовут Дмитрий Андреев. Сегодня у нас в гостях Александр Викторович Васильчук. Директор компании «Дары Колымы». Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, насколько я знаю, Вы родились не на Колыме, Вас сюда родители привезли. Приехали на три года. Ну, как все в те годы приезжали на три года. А вот расскажите, пожалуйста, про Ваших родителей. Почему они решили сюда приехать на три года? Кем они работали? Я родился на Западной Украине сам. Мама, она из Новгородской области, Нижняя Новгородская, Горьковская, с Горьковской области. Папа, папа также на Западной Украине родился. Ну, то есть такая интернациональная семья. Мама русская, папа с Западной Украины. Ну, и папа сам тоже нечистый. Дедушка у нас чистый западенец. Они с бабушкой познакомились в Германии, их угнали на работы во время Великой войны. И вот они там познакомились, встретили там победу и вместе уже вернулись. Ну, в 83-м году мы приехали сюда. Отец работал водителем, мама работала продавщицей там на Западной Украине. Тогда приезжали по... Ну, просто так же ты сюда тоже не приедешь. По направлению надо было, по приглашению. И вот они написали и отцу ответили, что может он приехать сюда. Ну, то, что им разрешено и вызов получил. Отец первый приехал сюда через полгода. Мы уже приехали с семьей. Мама и нас двое детей было. И вот так мы оказались здесь, на севере. И эти три года уже благополучно перешли в пятый десяток. Прижились. А они ехали с какой целью? Ну, просто... Ехали заработать. Здесь были зарплаты большие. Ехали заработать на три года на квартиру, на машину. Ну, на что там они хотели. Но все-таки природа взяла свое или как? Остались здесь. Прикипели. Не знаю. Ну, это у них надо спросить. Но, по крайней мере, я отсюда не планирую уезжать. Помните свои первые впечатления, когда вот вы приехали на Колыму? Когда вы видели природу, пока летели. Что вы видели из иллюминатора? И у вас были первые мысли об этом месте, об этом крае? Первый полет в жизни. Ну, когда уже сюда подлетали, конечно, сопки. Это было интересно такое, потому что там-то мы взлетали. Сопок нет, там равнины, леса. А здесь вот эти сопки. Где-то лысые сопки, где-то зеленые сопки, где-то вообще в снегу сопки. Хотя было... Это было 20-е... Ну, 20-е число июня. Но все равно снег на сопках на больших присутствовал. Интересно было все. Когда прилетели в Сусуман, нас встретил отец. Мы поехали уже в Кадыгчан. Там остановились на ручье. И ручье... Ну, июнь месяц. Я повторю, это 20-е число июня. И в ручье был лед. То есть, вода была ледяная. Ну, расскажите, как прошло ваше детство там? Ну, ходили легенды, что... Не то, что легенды, а есть критерии, что 10 тысяч присваивается статус города. И вот нашему, вроде как, Кадыгчану поселку... Ну, чем больше я живу, тем больше слышу, что вот и семчану не хватило там пару сотен людей, чтобы стать городом. Кадыгчану не хватило пару сотен людей, чтобы стать городом. Ну, что вот 9 тысяч 800, 9 тысяч 900. Ну, вот не хватает до 10 тысяч, чтобы стать городом. Ну, а поселок был большой. Было три поселка даже у нас. Это старый Кадыгчан, с которого все начиналось. Он практически на трассе находился. Новый Кадыгчан, где была шахта. И новейший Кадыгчан, где уже были пятиэтажные дома. Современный поселок, который строился в 70-е, 80-е годы. Ну, уже высотные здания. И даже в 90-е годы еще строились дома. Я даже успел в старших классах в конце 80-х годов поработать на стройке разнорабочем. Ну, летом школьники на практику устраивались в РСУ. И могли в течение лета всего работать. Это были нормальные деньги. Я это запомню еще. Я за лето работал два месяца. Я получил 615 рублей. Это были приличные деньги. Отправил их бабушке на Украину. И она мне оттуда прислала джинсовые джинсы. Куртку джинсовую. Ну, такие вещи, которые здесь нельзя было найти. Но там они продавались у форсовщиков. Ваши родители работали так же? Да, отец работал на Белазе. Мама работала сначала в школьной столовой. Затем она в кулинарии работала продавцом. В то время я уехал в 91-м году. Поступил в институт в Комсомольск. Я поступил на инженера-титулок сварочного оборудования. Проучился три года. И можно сказать, даже три года учившись, я даже не знал, на кого я учусь. Поступил туда по спорту. Занимался греко-римской борьбой. Поступил туда по спорту. Как спортсмен. И пока спортом занимался, учился. Спортом перестал заниматься. Перестал учиться. И уехал обратно на север. Ну, сюда, в Магаданскую область. В 94-м году пошел в армию. В лихие 90-е. Служил, вернулся. И вот. Пытался даже в 98-м году уехать. Прожил, был в Нерюнгере. Ну, это недалеко, как говорится, уехали. Уехал, жил в Нерюнгере. Ну, и в 2005-м году, когда появилась возможность, вернулся обратно в Магадан. И понимаю, что здесь моя земля. А почему вернулись? Почему вернулся? Вот тут мое наблюдение. Здесь людей меньше, но край суровее. И поэтому один не выживешь. Надо помогать друг другу. И люди как-то уже более сплоченные. Вроде бы и подальше друг от друга. Потому что территории огромные. Но при этом, если встречаются, они искренне друг другу помогают. А вы в 2005-м вернулись в Кадыгчан? В Магадан уже вернулся. Кадыгчан уже был закрыт. Кадыгчан закрыли в 2001-м году, если не ошибаюсь. Люди до последнего не хотели уезжать. А ваши родители тоже? Родители, да, уехали. Отец остался на мяунже. Они с мамой разошлись. У них не получилось дальнейшее совмешное жить. А по какой причине закрыли поселок? Аж шахта. В 90-х годах был взрыв на шахте. Погибли люди. И посчитали, что нерентабельно шахту содержать. Начали поселки закрываться. Потребность угля начала падать на севере. Возить куда-то его на юг. Тоже понимаем, что он не сильно нужен. Поэтому шахта закрылась. Люди начали... Работа пропала. Люди начали выезжать. И тут, сколько я помню, еще даже в 2008-м году там жил кадыгчанец. Ну, он и жил на Кадыгчане. Один, без света, без ничего. Там проживал человек, отказавшийся уезжать. Сейчас я, к сожалению, не знаю, где он. Но жил до последнего, как говорится, без света. Я вот недавно был в Тополовке. Там вот люди тоже до сих пор живут. У них просто генератор стоит. И в принципе... Сами возят, да? Тополовка же, она же еще функционирует как национальная сила. Да-да-да. Ну, то есть, понятно, воду они там с речки берут и все. И у них везде печки стоят. И вот интернет с этого, с генератора. И я вот с ними общался, спрашивал тоже, ну, вот не думают ли они там переехать в Венск. Люди все как один отвечают, что нет. Я здесь даже, с учетом того, что я здесь не родился, это все равно моя земля. Мне здесь хорошо, мне здесь нравится. И просили передать, что Тополовка будет жить. Я вот хотел спросить, как ваши родители отреагировали на эту новость, когда им сказали, что все, мы поселок закрываем. Да никто не хотел уезжать туда с поселка. Тоже вот... Вы знаете, вот, да, вот притяжение этой земли, оно какое-то... Вот сюда приезжаешь, вот такое ощущение, что земля покинутая какая-то. И ты прикипаешь к этой земле, она к тебе прикипает, ты к ней прикипаешь. Ну, это вот взаимное какое-то притяжение. Насколько я знаю, ваша компания Дары Колымы началась с того, что вы взяли дальневосточный гектар в Симчане, да, и начали там собирать иван-чай. Да, все верно. Ну, насколько... Как вы сказали, по образованию вы... Горный инженер. Да, горный инженер. Это все как-то, кажется, на первый взгляд, не очень между собой связано. Расскажите, как вы осмелились на такой предприимчивый шаг? У нас была группа квадроциклов, квадроциклистов, которые вот купили квадроциклы еще в 2010 году и здесь ездили по округе на этих квадроциклах. И вот в одной из этих поездок меня угостили иван-чаем. Принеся этот чай домой, очень дома понравился, начали пить. Ну, то есть, выпили его, потому что побежали в магазин. В магазине нашли благополучный чай, тоже нам понравился. Это был чай с Урала, компания iDigo. И до Нового года мы благополучно его пили. И вот на Новый год он закончился в магазине. И встал вопрос, что дальше пить. Начали заказывать с интернета. И уже он, когда начал приходить, мы поняли, что цена не означает качество. То есть, можно купить дешевый чай и насладиться чаем. А можно купить дорогой, и придет солома какая-то непонятная. Что вообще, ну, ни вкуса, ни запаха, как говорится. И помня вот этот магаданский чай, который у нас угостили, мы все-таки решили, что что. Зачем мы будем искать где? Если у нас есть свое прекрасное сырье, и очень много сырья, давай попробуем сделать. Давай. Ну, с супругой мы решили. Давай. Вот. Купили оборудование. Встал вопрос, где разместить это оборудование. Я сам кадыкчанский, супруга семчанская. Я сел в машину, она сказала, где выберешь, туда и поедем. Ну, то есть, где будем делать, там и будем. В Магадане нам не понравился чай, потому что он у побережья, он все-таки свой вкус, своя вот эта вот, воздух соленый, почва соленая, и все-таки вкус другого чая. Не такой цветочный, не такой ягодный. Ну, не те нотки. Как нам показалось, опять-таки, все на любителя. Каждый это, у каждого все глубоко индивидуально. Ну, объехав трассу, мы решили, ну, я принял решение, что самый оптимальный вариант – это семчан. Тем более, в семчане нет поблизости артелей, которые бы распахивали все это. Есть поблизости очень много полей, на которых произрастает иван-чай. То есть, сырье есть. Загрязняющих факторов минимум. Там одна котельная, и то работает только зимой. А летом она не работает. Все загрязняющие факторы. Поэтому было принято решение, чтобы семчане, тем более супруга семчана, там еще домик остался у них от тех еще времен. И вот с этого домика, рядом с этим домиком взяли гектар, и уже на этом гектаре уже поставили цех. И вот делаем чай благополучно уже шестой, седьмой год. С семнадцатого года все это было организовано. Занимаясь чаем, понимаем, что почему бы к чаю варенье не создать. Так родилась линейка варенья. Но опять-таки, работая с ягодой, мы понимаем, что на варенье остановиться тоже как бы глупо. Можно же еще и пастилу сделать с этого, соки делать. Много что можно делать с ягодой. Также, еще учась в школе, ходя на сопку, гуляя по сопкам, собирая тоже кедровые сланик, сланиковые орешки, щелкая их. Задавались вопросом с ребятами еще в школе. Было бы хорошо, если бы начищенные уже были бы. А то вот сидишь, они меленькие, еще и мелкие, они же крепкие ядрышки. Они такие, тяжело их щелкать все-таки, но вкусные. И вот тогда зародилась еще мысль, что почистить их. И вот, когда начали работать с ягодчаем, с вареньем, думаю, пора бы уже вернуться, наверное, к шишке. Думали, что это все просто, что мы сейчас поедем, возьмем нашу шишку, поедем в Новосибирск, где изготавливают оборудование. Скажем, вот у нас есть шишка, вот такие у нас орешки меленькие. Сделайте нам оборудование, уменьшите, и пускай она будет у нас работать. К сожалению, это не получилось. Наш орех оказался не только мелким, но еще и жирным. Поэтому оборудование очень быстро забивается. Жир попадает на эти рабочие части, потому что раскалывается орех, налипает пыль, и оборудование очень быстро приходит. И вот мы задались этой целью все-таки найти это оборудование, победить эту пыль, победить эту масленность. И на шестой год нам это удалось. В прошлом году линию установили, налаживали. Ну, еще доводим ее до совершенства. Она работает, но всегда хочется большего. Ну, то есть, вы здесь как бы первопроходец, вам приходится какие-то инновации создавать. Мы первые в Магаданской области почистили. И вот пока мы занимались, ну, по крайней мере, шесть лет назад никто. Мы с кедровиками разговаривали, которые по сибирскому кедру работают, ребята. Говорят, да это сумасшествие на такой орех думать, что вы что-то сможете сделать. Потому что он мелкий. Мы вот в Сибири работаем, он говорит, ну, рассказывает нам, мы фракцию меньше 7 миллиметров, мы не обрабатываем. Потому что это уже невыгодно, это уже, оно теряется, потерь. Ну, невыгодно. А у нас рабочая фракция 5,5 миллиметров. Там плюс-минус. Все, вот от 5 до 6 миллиметров у нас рабочая фракция. И плюс еще жирный орех, повторюсь. Поэтому, ну, все нам говорили, что это невозможно. Ну, невозможно и возможно, если задаться этим. Как вы в итоге решили эту проблему? Решили с помощью ветра. За счет того, что все обдувается, все ветром, пылесосы высасывается. Ну, и плюс новый способ, ну, не новый, а хорошо забытый старый способ расколки ореха. Ну, здесь ваш инженерный опыт как-то пригодился. Вы сами какие-то чертежи там делали. Ну, станок этот, я так понимаю, ну, на заказ был сделан для вас? Да, на заказ. То есть, ставились задачи, мы делали в Новосибирске. Обратившись на завод, нам сказали, что нет, вот у нас есть оборудование, мы можем его только уменьшить. И то это будет для вас, понимаете, что это выход из линейки. Нам надо отдельно для вас это все изготавливать, но чертежи делать, поэтому будет чуть дороже, чем на линии по кедрому. Но мы не делаем шишкобойку. Вот шишкобойку надо в другом месте сделать. И уже в шишкобойке, наверное, сейчас сдам этого человека, да. И он сказал, что прообщавшись с ним, порядка там трех-четырех часов мы с ним разговаривали. Ну, как мы, что, кто такие, как что хотим. Он говорит, ребята, ну, не будет у вас эта линия работать. Даже вот уменьшить и не будет, потому что вот у вас орех уникальный, действительно, не будет. Ну, есть у меня идеи, говорит, если готовы мне поверить и выслушать, то можем. Выложил он свои идеи, они показались разумными, почему бы и нет. Линию все равно хотелось, поэтому возможности были. Получилось. Ореши чистим на сегодняшний день. Первый в Магданской области. Ну, то есть вы создали такой новый станок, да? Мы приспособили старые станки. По сути, вы так два, да, скрестили, получился... Да, что-то новое, да. Мы к старым станкам приспособили новое. Ну, и получили то, что получили. Но это не станки, потому что есть станки, которые работают... Ну, они придуманы специально для кедрового ореха, но из этих станков у нас взято всего два, а их 11 в линии, которые по кедровому ореху. Другие станки взяты, что-то из зерна взято, ну, с зерновой линии, с пшеничной линии, какой-то станочек у нас взят и приспособлен к нашему ореху. Что-то взято с кукурузы, ну, то есть вот разные, сборная. И вот эта сборная помогла нам уже почистить наш Ариш. Мы работаем на свои деньги, не привлекаем. Тяжело это, очень тяжело. То есть вот это вот новое дело, оно строится без кредитов, без ничего. То есть в это новое предприятие уже кредиты не берутся. Поэтому очень тяжело. Свободных денег не особо. Но если так очень тяжело, почему не бросаете? Интересно. Интересно. А если, ну, никто уже этим не занимался? Хочется создать что-то новое. Да, ну вот вы думали о том, что это могло бы все расшириться до таких масштабов, что это могло бы условно тому же Севчану, Кадыкчану, любому другому поселку, где бы вы могли бы запустить похожее производство, отдать такую вторую жизнь? Это зависит от рынка. У нас рынка нет. Вот тоже, понимаете, мы построили, ну, не то, что построили, да, все оборудование рассчитано на, ну, на приличные объемы. То есть нормальные объемы. Там порядка 100 тысяч, на 100 тонн ядра мы готовы выдать каждый, ну, год. Но куда их девать? Орех абсолютно новый. То есть куда-то в центральный район мы пытаемся, но никто не знает кедровый слоник, все боятся мелкий, желтый, невзрачный. Мы-то знаем, что он вкусный, что он вкуснее, чем кедровый орех. Но там еще не знают, это тяжело работать с этим. То есть рабочие места мы создали. Работать можем, но рынка нет. Ищем пути рынка, как только найдем, будем дальше уже развиваться. Но в Магадане вы, в принципе, на каждых полках? Стараемся меньше говорить, а больше делать. Показывать, что здесь прекрасный край. Показываем красивые места наши, показываем, что у нас есть ценные продукты в лесу, которые северные, которые чистые, экологические, которые насыщают организм здоровьем за счет того, что они концентрированы, более концентрированы, чем южные растения. Потому что южному растению оно растет, у него вегетативный период чуть ли не 200 с чем-то дней в году. У нашего же, того же сланика, у него вегетативный период всего 95-110 дней. То есть треть от года он может, в основное время он стоит замороженный. Ну как замороженный? Он должен за эти 100 дней, плюс-минус, за эти 100 дней наобстаниться такими элементами, такими свойствами, чтобы не замерзнуть в 60 градусов. Чтобы не разорвало волокна, для этого должна быть особая жирность, которая не замерзнет, не разорвет. Ну то есть все предусмотрено. До того, как мы с вами сели записывать этот разговор, вы сказали, что сейчас вышел закон, который запрещает собирать шишки сланика. Молодые. Да, незрелые. Закон вышел на краснокнижные растения, что как бы их никогда не было, они всегда были, вернее, под запретом, но сейчас еще и ввели уголовную ответственность очень строго за них. Штрафы повысили, уголовную ответственность. И этим законом также приняли, что, как это правильно выразиться, незрелые ресурсы леса. Ну, юридически сухой язык этот, который запрещает там... Хотя это очень хорошее лекарственное растение. Но этот закон вам сильно палки в колеса вставляет? Нет, мы все-таки тоже ориентированы на сохранение природы. И рецепт у нас есть, который вот... Кедровый мед, который мы вот сделали в прошлом году, он есть. И все-таки в коммерческих целях, да, я согласен, молодое не надо трогать. Но опять-таки это... Все зависит от человека. Поэтому я считаю, что надо просто разрешить людям, которые есть необходимость в этих средствах, чтобы они сами... У них была возможность, сами пошли, взяли, ну, сколько им необходимо и сделали. Но в коммерческих целях это все-таки уже другое. Ну, и молодое, да, не стоит. При наших площадях мы молодую шишку берем всего 100 килограмм. При наших объемах. Ну, видите, сколько у нас сладенько, да? Вроде бы 100 килограмм ни о чем. Но опять-таки сегодня я 100 килограмм, да? А завтра у меня, как говорится, там Москва проснулась, и мне надо теперь 100 тонн. И что мне теперь? Бежать за этой коммерческой выгодой и погубить сланник, который здесь рос. Ну да, по этой логике вообще... Вот оно вызрело. Вызрело, чтобы... Когда оно зрело, тогда начинается уже такой соревновательный процесс. Кто быстрее? Звери или ты? И поверьте, со зверями тягаться очень тяжело. И то, что там говорят, что мы там объедаем кедровок, медведей объедаем... Ну, приедьте, посмотрите. Их тяжело объесть. Они опытнее, гораздо. Вот приезжаем на сопку, да? Есть шишка, все хорошо. Видим, что кедровка начала уже работать. Думаю, так, надо это... Все, завтра приступаем к сбору. На следующий день переезжаем. Все, шишки нет. Они за ночь... Выдолбили всю сопку. Но они их же где-то закапывают, да? Закапывают, да. Ну, вообще, все кедровые вот эти вот места... Да, сибирский кедр, наш сланиковый кедр, это все благодаря только кедровкам. Кедровки сажают. Бурундуки, кедровки, белки. Потому что он сам по себе, он в шишки, если упадет... Не прорастет, да? Будут сложности. Глубина не та, да? Да, будет сложности, глубина не та. Он должен быть кучкой. По крайней мере, по всем трудам, которые я читал про сланик, он должен быть кучкой. 25-30 ядрышек, кучка. И получается, когда уже росток один вливается, самый сильный, и тогда уже остальные ростки становятся его корешками. То есть, остальные, которые вот выходят, они помогают ему самому. То есть, они сплетаются все вместе, переплетаются, и с тех идут корни, а с одного самого сильного семени идет само растение. То есть, там коллективно все. То есть, возвращаться к этому закону, не знаю, может быть, такой закон и есть, но каждую зиму мы видим, что на площади в Магадане торгуют елками, которые сбиты из этого самого сланника, и, насколько я знаю, он не так быстро растет, не так быстро восстанавливается. И кажется, что, может быть, начинать запрещать стоило бы с того, чтобы его не вырубали. Вы знаете, вообще, я вообще плохо отношусь к тому, чтобы вообще вырубать что-то. Даже вот вербное воскресенье, да, там веточку сорвать, ну ради чего? Ну, хочешь ты эту веточку, ну, приди ты в лес, посмотри на эту веточку, потрогай эту веточку, она же прекрасна. Ты сегодня сорвал эту веточку, ты через неделю выкинул эти веточки. Они не выросли. Там кусты уже очень много всего губится. Ради какой-то там новогодней ночи вырубается очень много сланника. Я тоже считаю, что это неверно. Вот вы сказали, вы против того, чтобы природе мешать, а вот в процессе вашей работы вы как-то ей помогаете, высаживаете какие-то новые культуры, проводите какие-то эксперименты. Потому что, насколько я знаю, в советское время у нас здесь и арбузы были, и виноград рос, и тепличного производства было больше. Ну, для вот этих культур, которые вы назвали, виноград, арбузы, все-таки это закрытые какие-то должны быть грунты, закрытые, ну, тепличные эти. А в природу лезть, ну, все-таки... Понимаете, вот даже привезем мы какое-то дерево сюда, да? Мы же его привезем не просто так, мы же можем привезти его с каким-то своим... Ну, со своей микрофлорой. Как эта микрофлора будет действовать на наше растение? Это очень аккуратно надо с этим действовать. Высаживать местные растения, да. У себя на участке, вот на дальневосточном гектаре, да, мы на третий год с Томска, с питомника привезли себе порядка 40 деревьев. Это сосны привезли, два кедра привезли попробовать. Ну, они в сланик превращаются, честно, почему-то. Ну, пока еще три года мы их привезли, брали трехлетками, и вот они здесь у нас три года пока, тфу-тфу-тфу, приживаются, растут. Ну, те года росли. Ну, тоже в дальнейшем сталкиваешься и понимаешь, что все-таки это... растения тех климатов. Когда изменится климат, растения сами придут. У нас и так все меняется каждое лето. Вот смотришь, каждый год обнаружишь каких-то новых насекомых. Вот шесть лет назад были одни насекомые, в этом... Сейчас приезжаешь, уже какие-то другие появились. Раньше был... Вот жили мы на севере, да, мы знали, что в мае вообще никого нет в лесу, ну, из кровососущих. В июне начинают там немного комары вылазить, в июле так же. Машка вообще в августе. Сейчас уже с самого начала, по-моему. Только снег сошел уже, это и машка, и комары, и они все вместе. Ну, вам приходится как-то производство под эти вещи подстраивать, да? Конечно, да. Мы когда приехали вообще в первый год в Симчан, привезли оборудование, и в это лето было трое заморозков. Иван-Чай вырос всего 15 сантиметров. Вот он поднимается на 15 сантиметров, заморозок, и он гибнет. И опять заново. И вот он три раза. И в августе он уже зацвел вот такой, 15 сантиметровый он уже и зацвел. Потому что уже погода подгоняла, видать, ну, время шло. И он такой и зацвел. Чая не было. Но вас это не испугало? Испугало? Ну, а что, уже ввязались в драку? Уже посмотрим. Это же только первый год. Александр Викторович, вы нам принесли очень вкусный чай. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о том, что это за чай. И, ну, какими свойствами, что ли, он обладает. Потому что, я так понимаю, от того, какие травы вы туда кладете, у него разный эффект. Разные вкусовые качества. Понимаете, про эффекты. Очень бы хотелось работать с наукой. Чтобы они все-таки тоже как-то подключались, рассказывали. Потому что все, что мы знаем, это либо из старых учебников, либо из интернета, да. Ну, современные знания из чего. То есть, каких-то современных исследований на тему ванчая нет? Современные исследования по нашему ванчаю есть. Это мы отдавали его в наш институт в Арктику, который изучает проблемы как раз-таки проживания человека, ну, человеческого вида на Крайнем Севере в Арктике. Проблемы проживания. Они исследовали наш чай, они его сравнивали с хакасским чаем. И по всем химичным свойствам, по полезностям, по микроэлементам он превзошел. У нас есть статья на сайте размещена, ну, даже не статья, а научная работа с Арктики по нашему ванчаю. Любой желающий может ознакомиться. У нас наши продукты более концентрированы. Вот даже живя здесь на Севере, мы каждый год наблюдаем такую картину, что весной к нам прилетают птицы. Вроде наше короткое лето, да? Суровые края. Вот что бы сюда переться? За столько километров, за тысячи километров прилетать? Да, это не абсолютно сухие, ну, не жирная птица весной. Охотники, не все охотники любят весеннюю птицу. Но они все равно сюда летят. Летят ради вот этих трех-четырех месяцев, чтобы вынести яйцо, вырасти потомство, откормиться, самим откормиться, потомство поднять, откормиться, и уже уйти на юг, на зимовку. Как-то попав в Индию, путешествуя по Индии, обратил внимание и увидел, что птицы, журавли, гуси, там находятся. Разговаривая с местными, я говорю, вот как вот, они у вас, а прилетают же к нам все равно, гнездица, гнездица, потомство водители, к нам же летят. Говорит, ну, конечно, у вас там есть что покушать, они прилетают к нам осенью, такие жирные, хорошие. Говорю, как? А нам-то рассказывают, что они вот за счет того, что они перелетают, они поэтому худеют. Говорит, не-не-не. Они когда от вас прилетают осенью, они очень жирные и упитанные. А уже когда они здесь поживут, уже тогда... Высыхают. Высыхают, да. Потому что у нас не так. Я бы отначалу не придал этому значения, а потом уже когда путешествие по Индии на машине, вот у нас, попробуй проедить по трассе, у тебя через 100-150 километров надо остановиться у ручья и помыть окно. Потому что даже дворники, ну, жирное окно, мушки, оводы, комарики, ну, там... Окно залепленное, не видно ничего. Надо останавливаться и мыть. Там можно целый день, неделю ехать и окно не мыть. Там ни одна мушка тебе не прилипнет. Ни днем, ни вечером, никогда. Ну, это... Все здесь. Все здесь. То есть край-то у нас богатый на витамины, на полезные вещества, но мы почему-то везем детей на юг. Ну да, и вот я тоже вспомнил, когда в начале прошлого века сюда геологи пошли, они же заболели сразу цингой все, и их как раз-таки слаником-то здесь все... Вылечились местными продукциями. Всех вылечили. Местными растениями вылечились. Все привозное, оно не помогло, ничего не работало. Хорошо, а вот не могу не спросить про грибы. У нас же столько и мухоморов растет, они же тоже обладают полезными свойствами. Несмотря на то, что их всегда все... Грибники почему-то пинают, да. Но... И мази из них, и настойки делают. Я к грибам очень аккуратно отношусь. Вы не собираетесь как-то промышленное производство их запускать? Нет, с грибами все-таки это... Я уважительно к нему отношусь. Все-таки каждый должен сам для себя собрал, съел, это твои грибы. Даже с теми мухоморами. Там столько мнений, столько всего. Но вы, так я понимаю, придерживайтесь того, что все-таки их не надо пинать, и можно попробовать их использовать какие-то цели. Нет, пинать вообще ничего. Даже если тебе это не надо, но выросло в лесу, значит, кому-то это надо. Кто-то ради чего-то это же растет. Есть поговорка, где родился, там и сгодился. Вот почему-то все время, по крайней мере, я считал, что это про человека. А сейчас уже с годами начинаешь понимать, что человек это такая скотина, которая приживется везде. Что на северном полюсе, что на экваторе. Ну, то есть, что на полюсах, что на экваторе. Ему без разницы, он приспособится. На полюсах он шкуру добудет, завернется, будет жить. На экваторе разденется. Ну, то есть, ему все равно. Но питаться, а человек все-таки должен чем-то питаться, да, ну, мы пока не можем по-другому. Питаться надо теми вещами, которые растут именно на этой территории. Вот мы живем на севере, значит, питаться должны с северными продуктами. Живем на юге, значит, на южными продуктами. Наблюдая за всем этим, тоже вот вывод пришел. Смотрите, мы детей летом отправляем на материк, так называемый. Чтобы они покушали фрукты, ну, местные те фрукты какие-то. Но если вот так задуматься, то фрукты, которые растут на юге, они рассчитаны... То есть, для чего растет фрукт? Что такое фрукт? Это плодовая масса, которая содержит семена определенного вида для размножения. То есть, его задача сделать этот фрукт, ну, то есть, сохранить семена. Не накормить кого-то. Яблоня растет не для того, чтобы ее съели. Она растет для того, чтобы семечко, которое внутри яблока, проросло и дало дерево. Вот ради этого она растет. И чтобы сохранить эту семечку, ему надо вот энное количество микроэлементов для юга, потому что зима там всего две недели, да? Ну, месяц. А то и вообще ее нет этой зимы. Поэтому там и насыщенность этих элементов на этот период. Наши растения, они замирают на 9 месяцев. И довольно-таки суровые 9 месяцев. 8-9 месяцев оно должно быть в анабиозе. И на эти 9 месяцев надо сохраниться. За эти 9 месяцев. Чтобы когда через 9 месяцев зашло солнце, появилось какое-то тепло, надо за эти 3 месяца быстро прорасти, набрать микроэлементов, набрать всего-всего и опять сконцентрировать все это в семени и ждать следующего тепла. Чтобы родиться и продолжить свое свое рождение. Ну, вид продолжит свое существование. Соответственно, увозя детей на юг, питая их южными фруктами, южными растениями, мы закладываем то минимальное количество витаминов. Там нет такой концентрации, которая необходима для проживания на севере. Поэтому дети, приезжая сюда, они, как правило, в декабре, в январе получают, ну, мы получаем всплески эпидемий. Мы, питаясь витаминами с леса, не уезжая отсюда, летом не уезжая отсюда никуда, проводя, стараемся проводить время практически все в лесу. У нас семчане там база, которую мы организовали, ну, сделали вот этот дерево сочный гектар, это на окраине. Мы живем, как в лесу практически, на самом окраине поселка, в лесочке. Питаться надо местным, вот, вывод в этом. Можете ли вы рассказать какие-то такие универсальные, простые рецепты, которые каждый северянин, колымчанин мог бы у себя дома вот из местных таких продуктов попробовать, приготовить? Ну, какой-то, может быть, у вас есть любимый набор? Ну, знаете, вот, в прошлом году мы сделали кедровый мед. Довольно-таки популярный среди населения, ну, понравился очень многим, но с этого года мы не можем его продолжать делать. Но при этом закон не запрещает в личное пользование набрать себе там килограммчик и сделать сделать этот продукт. Этот продукт будет свой, будет для себя, полезный. Так, как его делать? Как его делать? Шишка молодая, моется, перебирается, моется и закладывается медом в теплое место 40-50 дней в теплом месте. Главное, не пугаться. Мы закладываем в алюминиевых бидонах молочных у нас дом и на гора, на гора, как говорится, на чердак ставим. Там вид, конечно, у него такой, ну, бродит. Просто начинает все бродить. Хотя вроде мед и шишка, не должно ничего. Но потом все успокаивается потихонечку. хранить лучше в холоде. Потому что в тепло оно... Продукт все равно живой. Даже мы вот его перелили, в холодильник поставили, он останавливается, ну, не бродит. Из холодильника достаешь, он опять начинает играть. Но это не говорит о том, что продукт пропал. Продукт живой. Его ставишь в холодильник, он опять успокаивается, не открывая его. А мед какой брать лучше? Любой? Какой вам нравится? Мы берем талонский. Наш магаданский. Опять-таки за счет того, что понимаем, что пчелы были в Магадане, да, они не выживают. Жирненькие. Жирненькие. Напитанные. Собирали местный нектар, местный мед. Поэтому стараемся все-таки местное. Ваши дети, они идут тоже по вашим таким уже, скажем, крестьянским стопам? Ну, они с нами постоянно. Постоянно стараемся как-то привлечь. Тяжело, конечно, современными детьми привлекать. У них столько всего этого отвлечений. Телефоны, гаджеты, приставки, чего только нет. Но все равно пытаемся увлечь, заинтересовать, показать. А в целом вот производство, оно сильно повлияло на ваш образ жизни? Вам там приходится, не знаю, с зарей вставать? Повлияло, конечно. до захода солнца? Конечно, повлияло. Когда ты начинаешь ближе к природе жить, ты даже стараешься и жить по часам природы, то есть, по солнцу. Летом, как правило, ну, у нас ночи белые, в 4-5 утра уже хочется подорваться с кровати и куда-то бежать. Не спится. И так же бегаешь до 9-10 вечера, пока уже с ног не валишься, уже надо просто прилечь. Врубаешься. Зимой наоборот. Световой день маленький, тяжело очень рано проснуться, у ребенка первая смена, очень тяжело проснуться. Ну, просыпаешься, вот когда солнце встает. Все-таки мы человек, вот эти часы, которые у нас на руках, либо на столе, они это часы, которые мы сами себе придумали, да. Есть все-таки биологические часы, и с ними гораздо интереснее жить. Александр Викторович, вопрос от нашего предыдущего гостя, скалолаза и альпиниста Егора Первушкина. Если бы вы стали первооткрывателем какой-либо точки, как бы вы ее назвали? О, дух авантюризма, он всегда присутствует, мне кажется, в каждом мужчине. Что-то найти, что-то открыть, где-то побывать в новом месте и поделиться с этим неприметно со всеми, потому что так устроено. Как назвать это место? Кроме банальности, прекрасно, красиво. В честь чего? В честь, даже не в честь, а повторюсь, что называть надо, соответственно, эпохи, которые происходят это название, открытие территории. Александр Викторович, какой бы вопрос вы задали нашему следующему гостю? А что он делает здесь на севере? У нас есть постоянный вопрос из одного слова трасса. Есть история с машиной связана. Вот у меня была машина, если я останавливался кому-то помогать, она мне постоянно козлила. Первый раз новая машина, поехала в Амсукчан, зима, на нуле тоже остановились, перекусить, чай попить, стоит машина, то заведется, то заглохнет, то заведется, то заглохнет, там никто не подходил. Ну, уже проезжаем, и остановились, что-то, ну, просто вот проезжаем мимо, открыли окно, что ты машину мучаешь? А он, говорит, сикануло, не заводится, глохнет, вот уже, как так-то, и не молчишь, на улице 50 градусов, ну, за полтинник. Говорит, вот, а время было часов, ну, уже десятый час, то есть, вечер, зима, холод, ночь, странный человек, ни помощи не просит, говорю, вот как, в машине супруга беременная, ребенок лет 10, и он, до ближайшего поселка, вот, там, вперед, ну, если по основной трассе, Ларюковка 100 километров, обратно 100 километров, Атка, и по 250 километров, Амсукчан, куда он едем все, ну, и он тоже в том числе, и берем эту машину на прицеп, и через 20 километров, ну, на сцепку, у него тормозов нет ничего, ну, все это, и получается, что он догоняет, и разбивает мне машину сзади, вот так вот он стил, второй раз остановился, на этой же машине, лето, тоже стоят люди, голосуют, машина заглохла, аккумулятор дохлый, помоги, отключили аккумулятор, дали, прикурил, ну, то есть, все, вставлю аккумулятор, он взял, закрыл всю машину, ну, всю машину закрыл, пришлось бить стекла, как-то вот такая машина была, не Колымская, Александр Викторович, какие бы, какие у вас пожелания для наших слушателей? Жить сегодня, что у нас на севере, беда с севера, что люди живут завтра, очень много людей живут, что вот мы сейчас заработаем, сейчас еще чуть-чуть поработаем, и уедем туда, и будем там вот жить, но при этом жизнь все равно проходит здесь, и вот, знаете, вот беда этой земли, то, что у многих менталитет, вот это временщиков, что я сегодня поработаю, и завтра уеду, это синдром отложенной жизни, синдром отложенной жизни, и они и сами не живут, и другим не дают, потому что они не хотят ничего вкладывать в эту территорию, они хотят просто, ну, добивают чемодан, чтобы уехать куда-то, ну, это вот чемодан-то образно, да, ну, напивают, чтобы дом построить, чтобы там еще что-то там, там, но опять-таки, приезжая туда в зрелом возрасте, ты начинаешь понимать, что твои школьные друзья, это уже, у них совершенно другие взгляды на жизнь, это другое миропонимание, они другого, ну, они по-другому росли, в другой среде росли, и почему вот люди уезжают, а потом вот рыдают, и пытаются вернуться обратно, уже там уже другое, жизнь там прошла, там люди своей жизнью жили, ты здесь жил своей жизнью, но ты здесь откладывал жизнь свою, чтобы пожить потом там, ну, и, и получается, ты и здесь не пожил, и там уже пожить не можешь, вот, поэтому и уезжают, и умирают в ближайшее время, ну, от тоски, от чего, не знаю, поэтому смысл здесь зарабатывать, а туда уехать, ну, жить и сегодня. Александр Викторович, большое спасибо за то, что пришли сегодня, было очень интересно поговорить с вами, спасибо. Надеюсь, что что-то получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!